Старший по дому Алексей Щедров занял третье место в прошлогоднем конкурсе «Наше Подмосковье» в номинации «Связь времён». Алексей Сергеевич организовал работу по оцифровке периодических изданий, которые выходили в свет в городе Люберце с 60-х годов прошлого столетия. За два года в электронный вид было переведено 7 тысяч экземпляров газет и журналов. Помощь в реализации проекта оказала руководство Центральной библиотеки имени Сергея Есенина и местные интернет-провайдеры. И вот буквально каждую газету, которую, представляете, почти 50 лет на тот момент было, мы переводили аккуратно, сканировали, обрабатывали изображения и переводили в удобно читаемый формат PDF, который в дальнейшем мы планировали свободно выложить в интернет, чтобы люди могли почитать, ну, кто-то работы пишет, какие-то дипломы, может быть, кто-то историю родного края изучает. Жёсткий диск с оцифрованными изданиями был передан в Центральную библиотеку. Кроме того, результат двухлетней работы размещен в интернете. Как считает Алексей Щедров, это бесценный материал для воспитания патриотизма и любви к родному краю. Призёр областного конкурса готов пойти дальше и дать проекту вторую жизнь. У нас есть дом Круминга, при заводе Ухтомского, я недавно выяснил, что там были найдены газеты аж 1925 года, ну, вот, конечно, все в достаточно плохом состоянии, но мысль есть, может быть, мы снова реанимируем этот проект и уже пойдём ещё глубже, найдём вот эту вот Ухтомский рабочую газету, которая издавалась, и их тоже переведём в цифровой вид, чтобы люди могли тоже ознакомливаться и смотреть, как у нас Владимир Ильич приезжал в Люберцы. В прошлогоднем конкурсе «Наше Подмосковье» участвовал и брат Алексея Михаил. Он тоже стал обладателем третьей премии, но в номинации «Облик Подмосковья». Михаил внёс вклад в благоустройство подъезда на 10 этаже этой Люберецкой многоэтажки, в которой его брат является старшим по дому. Здесь предстояло выровнять стены, выложить плитку, наладить яркое освещение, установить систему видеонаблюдения. Идея заключалась в том, чтобы создать красивый и современный подъезд, сделать это в основном собственными силами и на своём примере воспитывать детей. Подъезд может быть чистый, благоустроенный, цветы, картины, придомовая территория благоустроенная. Всё это у них закладывается с малых лет. Я рассчитываю, что когда они вырастут, у них вот это желание жить в красивом и благоустроенном доме, оно сохранится. Призовые деньги были вложены в ремонт балкона, который находится на том же этаже. Местные жители вносят свой вклад и в благоустройство придомовой территории, занимаются озеленением. А сейчас мечтают о том, чтобы на спортивной площадке, которая пользуется невероятной популярностью, появилось современное резиновое покрытие.